Валентин Савич Пьякуль жил в Северодвинске, улица Индустриальная, 36, 19, 1940 году, когда был школьником. Дом Пьякуля представляет собой интерес жителей Северодвинска по причинам народной памяти уже инталактному человеку. Трудяги, задавшим думать и помнить о своей истории миллионы советских людей, которые подпольно доставали роман «Нечистая сила» и другие произведения писателя. Возможности передать новым поколениям северян возвышенные чувства и их стремлению к саморазвитию. Создание уголка писателя архитектурного и лошадного ансамбля. Проснувшись к истории молодежи, по иному воспримет мир. Валентин Савич Пьякуль, советский писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую военную морскую тематику. Валентин Пьякуль родился 13 июля 1928 года в Ленинраде. Иногда местом его рождения ошибочно указывал поселок городского типа Кагарлык. Однако, на самом деле, там родился не сам Пьякуль, а его отец. В детстве Валентин Пьякуль также бывал в этом поселке, где живут много родственников его отца. Сава Михайлович Пьякуль 1931 года был признан для службы на Балтийский флот, где служил матросом на Мини-Носце Фридрих Энгельс. После службы остался в Ленинраде, работал на фабрике «Скороход». Окончил экономический институт, стал военным инженером-кабельщиком на судостроительном заводе, на котором работал с 1936 по 1939 год. Сава Михайлович Пьякуль 1931 года. В 1939 году Сава Михайлович Пьякуль был направлен на работу на новую судоверфь в городе Молдовске, ныне Северодвинск. Мама писателя Мария Константиновна, девчая фамилия Каренина, была из крестьян в Псковской губернии. В 1940 году Валентин с матерью переехали из Ленинрада в город Молдовск к отцу. Там Валентин Пикуль занимался в доме пионеров в кружке «Юный моряк». В 1941 году Валентин Пикуль сдал экзамен за пятый класс и поехал на каникулы бабушки в Ленинград. Из-за начавшейся войны вернуться до осени не удалось. Матери с сыном пришлось пережить первую блокадную зиму в Ленинграде. Отец с декабря 1941 года стал батальоном комиссара Беломорской военной флотилии и переехал в Архангельск. В 1942 году Валентину с матерью удалось выехать из Ленинграда по дороге жизни в Молдовск одним из эшелонов. Оттуда Валентин Пикуль бежал в школу юнг на Соловках. Отец перевелся в морскую пехоту и годом позже старший политрук Пикуль Саввимихалович, состоявший в политуправлении Совет Федерации, пропал без вести в боях под Сталинградом в феврале 1943 года. Мама Валентина Пикуля прожила долгую жизнь и умерла в 1984 году. В 1943 году Пикуль окончил в школу юнг на Соловецких островах, был юнгой первого набора. По специальности рулевой сигнальщик и был отправлен на эскадренный Миносец, грозный северного флота, где прослужил до конца войны. После победы был отправлен в Ленинградское подготовительное военно-морское училище. По его представлению, курсант Пикуль в 1946 году был награжден медалью за победу над Германией в Великой Часть войны 1941-1945 год, но в 1946 году его отчислили за нехватку знаний. Работал начальником отдела в водолазном отряде, потом в пожарной части, занимался самообразованием. Уже тогда Пикуль решил посетить себя литературным творчеством и поступил вольным слушателем в литературный кружок, которым руководила Вера Казимилова-Калицкая. Также начал посещать объединение молодых писателей, которым руководил Всеволод Александрович Роженский. В это время Пикуль подружился с писателями Виктор Александрович Курочкиным и Конецким Виктором Викторовичем. Знакомые звали их Тремушкетчура. В 1947 году Пикуль впервые удалось напечататься в Реодике. Это был познавательный материал о Женщине. Тогда же Пикуль задумал свой первый роман под названием «Курск на солнце». До этого он прочитал книгу о меменостах Северного флота. Которая возмутила его своей скучностью. И он решил написать об этом правдивее и лучше. Однако даже после трех вариантов повести он остался ею неодлитворен и собственноручно уничтожил рукопись. Тем не менее, фрагменты повести были публикованы, выходившие тогда в Таллине в флотской газете «На вахте». В 1950 году в Аль-Монахе Молдоний Рад был напечатан его рассказ на берегу Ижиншень. Первый роман Пикуля вышел в 1954 году. Он назывался «Океанский патруль» и рассказывал о борьбе с немцами в Баренцевом море во время Великой Отечественной войны. Роман имел большой успех, и Пикуль принят в Союз Писателей СССР. Однако сам автор позже всячески отключился в своем произведении и говорил, что этот роман – пример того, как не надо писать романы. В 1962 году Валентин Пикуль переехал в Ригу под давлением Данила Гранина и обкома партии, как читает сослуживец писателя, а ныне сам писатель Виктора Ягодкина, где прожил до самой смерти. Сам Валентин Пикуль говорил, «Об этом уже прочитав книги, я мерил жесть тумами книг», составленной его третьей женой Антониной Ильчиной. В Ригу он со своей второй женой Вероникой Чугуновной переехал для того, чтобы улучшить их жилищные условия. Комнату в Ленинградской коммуналке поменяли на двукомнатную квартиру в Генеральском доме в Риге. Причина выбора Риги было то, что Вероника Чугуновна уже жила там раньше и хорошо знала город. По утверждениям родственников, знакомых, Пикуля часто преследовали угрозами, а после опубликования романа «Нечистая сила» он был жестоко избит. По словам того же Ягодкина, после публикации строительского романа у последней черты «Нечистая сила» за Пикулям был установлен негласный надзор по личному распоряжению. Михаила Андреевича Суслова в 1985 году награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Валентин Саевич Пикуль скончался 16 июля 1990 года от сердечного приступа и похоронен в Риге на лесном кладбище. После роман, над которым работал Пикуль вплоть до своей смерти «Барбароца», посвященный событиям Второй мировой войны. Запланировав написать два тома, Пикуль сначала рассчитал написать первый том «Площадь павших борцов», затем написать книгу «Когда короли были молодыми» о событии 18 века, и лишь после этого закончить начатое произведение вторым томом. Однако, его планам не суждено было осуществиться. Написав лишь большую часть первого тома романа, «Барбароца» Пикуль скончался. Также он вынашивал замысел романа «Аркчевщина», которому уже собрал весь материал. В замыслах оставались романы о балерине Ане Павловой. Прима художники Михалия Врубеля, «Демор поверженный», «О старшей сестре» Петра Первого, «Софья, царь-баба». Общий тираж книг при жизни писателя, исключая журналы из зарубежных знаний, составил примерно 20 миллионов экземпляров. В получаемые за книги деньги автор часто жертвовал на то, что считал нужным. Например, государственную премию Российской Советской Федеративно-Социалистической Республики за роман Крейсера он передал жителям Армении, пострадавшим от заместительсения 7 декабря 1988 года. Премию Министерства обороны за роман из тупика отдал Рижскому госпиталю, где лечились воины-афганцы. Гонорар за роман фаворит внес Латвийский фонд мира. Книги Пикуля и сейчас продолжают пользоваться большим спросом, издаются и переиздаются практически ежегодно многотысячными тиражами. По словам водовые писателя Антонина Пикуль на 2008 год общий их тираж достиг 500 миллионов экземпляров. Валентин Савич Пикуль был трижды женат. Вскоре после войны Пикуль женился на Зое Борисовне Чудаковой 1927 года рождения. Через несколько лет брак их распался. В архивах Союза писателей СССР хранились автобиография Пикуля, где и запись состоял в юридическом браке. Жена Чудакова Пикуль Зоя Борисовна 1928 года рождения. Они встретили случайно в очереди в кассу за билетами в кино. Пикуль была 17 лет Зоя Чударша. Шел 1946 год, только что закончилась война. Постоянной работы Валентин не имел. Он перебивался случайными заработками, большую часть времени отдавая литературному кружку и своему первому крупному литературному произведению. Но Зоя беременна и влюбленным пришлось расписаться. Родилась дочка. В 1958 году Пикуль женился на Веронике Феликсовне Чугуновной. Девичья фамилия Гонцовская 1919 года рождения. Сестры писателя Севера Гонцовского. Общих детей брака не было, а у жены был взрослый сын от предыдущего брака. Свой исторический роман «Слово и дело» Пикуль посвятил Веронике Феликсовне. Вскоре после смерти Чугуновной она умерла в феврале 1980 года. Пикуль женился в третий и последний раз. Последнюю жену, а ныне его вдову зовут Антонина Ильинична Пикуль. Сейчас Антонина Ильинична ведет большую работу по вековечению имени писателя и пропаганде его творчества. Из-под ее пера вышло несколько книг Валентина Савини Пикули Валентин Пикуль. Из первых уст уважаем Валентин Савич Валентин Пикуль. Я мерил жизнь домами книг. Живет страна Пикуля а также фотоальбом жизнь творчества Валентина Пикуля в фотографиях и документах. За эту писательскую деятельность Антонина Пикуль была принята в Союз писателей России. За 40 лет литературной деятельности Валентин Пикуль создал около 30 романов и повестей. Океанский патруль 1954 год Боизет 1961 год Плевелы 1962 год Ступай и не греши 1990 год и многие другие романы написал Пикуль Пикуль Пикуль